Здравствуйте, друзья! С вами снова канал Школа Таро Оливьен и сегодня у нас будет интересный онлайн-гадание на животном Таро на такую тему Это развернутый расклад на ваши отношения что человек чувствует, как к вам относится что он думает, намерение перспектива ваших отношений то есть на каждую позицию будет 6 карт именно 6 карт 5 позиций по 6 карт Естественно, первой картой я буду выкладывать как человек к вам относится вы сделаете выбор позиций а потом мы их с вами уже будем разворачивать еще выкладывать 5 карт ответов на вот эти дополнительные вопросы то есть у нас идет опять сегодня развернутый расклад на отношения пока выкладываю карты приглашаю вас и на индивидуальные расклады тоже конечно, индивидуальный расклад дает гораздо больше информации для вас чем вот такой общий расклад даже если он развернутый для тех, у кого возможности нет можно посмотреть развернутый расклад пусть вот прям не один в один не всегда один в один он говорит но натолкнет вас на какую-то мысль вы получите знак от высших сил и так далее но для тех, у кого есть возможности конечно, обращайтесь за индивидуальными раскладами они более информативные также обращайтесь ко мне за ритуалами черной и белой магии магии крови и любовная магия, конечно, входит во все три раздела поэтому, ну, также чистки с установкой защиты поэтому обязательно обращайтесь я вам помогу в решении многих вопросов также заказывайте талисманы из янтаря и другого камня и мы их зарядим с вами на вашу цель я вам вышлю их почтой России и вам повезет у вас станет лучше, например, с деньгами или с работой или в личной жизни все зависит от того, чего вы хотите добиться итак, первая, вторая, третья, четвертая, пятая позиции ваши отношения разбираем поподробнее и начнем первую карту мы берем для того, чтобы ее рассматривать сейчас остальные отодвигаем на задний план чтобы меня никого не смущали можно даже вот так вот сделать все равно все уже свой выбор сделали и начнем как человек к вам относится у нас первая карта как человек к вам относится и мы видим карту троечка кубков естественно, мы понимаем что этот человек относится к вам очень хорошо на данный период времени то есть, скорее всего, влюбленность или любовь радость от общения с вами все самое лучшее, светлое у этого человека связано с вами также, возможно, человек получил о вас очень хорошую новость может такое быть, что вы собираетесь вместе на какой-то праздник, торжество или человек хочет вас туда пригласить более того, человек относится положительно знаете, так, с легкостью то есть, это может быть восхищение красотой сексуальное притяжение флирт, заигрывание такое чувства, такие мысли, игривые, легкие что мечтание такое о женщине если вы мужчина, ну, о мужчине восхищение, да, что внешностью там какая она или он, красивый, умный человек интересный собеседник хочу общаться, хочу обняться не знаю, хочу провести время вместе то есть, вот такие вот прям блуждающие постоянно в голове мысли у человека есть и, естественно, чувства чувства вот такой влюбленности, любви радости, счастья рядом с вами это факт давайте смотрим дальше что человек думает о ваших отношениях что думает о ваших отношениях здесь выпал рыцарь кубков ну да, вот такой влюбленный человек скорее всего, все-таки мужчина больше всего мужчин загадывают здесь у меня опять же мысли, да, я хочу добиться этой девушки, быть рядом с ней добиться ее расположения ухаживать, проводить время вместе позвать куда-то, улучшить отношения если вы в ссоре, помириться то есть, все самое чистое и светлое дальше, какие у человека намерения по отношению к вам? двойка кубков сегодня прям пока что расклад не придраться, да, счастливый какой-то и позитивный первый расклад мы видим, что человек намерен строить с вами отношения он хочет быть рядом хочет с вами, может быть, даже провести всю жизнь жениться на вас или выйти за вас замуж если мужчина гадает на женщину ну, также, конечно карты все три показывают сильную любовь-любленность и такое сознание я нашел свою половинку вторую я счастлив от того, что этот человек появился в моей жизни и есть в этой жизни и вы как будто этому человеку дарите только ощущение радости и свободы, и счастья и безумного какого-то вот такого вот водоворота чувства притяжения когда есть и страсть и все-все-все вместе смешивается но вот негативно пока ничего не выпало смотрим дальше теперь мы смотрим как вести себя с данным человеком лучше-то всего да как с таким человеком лучше вести себя чтобы у вас отношения вообще складывались в принципе-то король жезлов вы знаете немножко как будто бы либо нужно проявлять к человеку страсти заинтересованности даже как артистизм какой-то нужно включить лидерские свои качества показать себя ярким человеком индивидуалистом интересным который в жизни добивается многого сам особенно в профессиональном поприще то есть вы не просто допустим если вы девушка не просто девушка какая-то да а у вас есть достижения у вас есть интересы хобби жизненные цели вы не сосредоточены на том чтобы просто крутить любовь покупать платье ходить в ресторан у вас есть еще и там допустим работа вашей жизни увлечение вашей жизни и вы показываете человеку насколько вы интересный такой человек разносторонний но наигрывать этого не нужно а нужно именно показать свое хобби какое-то то есть допустим вы увлекаетесь аниме даже да или марками марки собираете и можно это показать человеку как что-то профессиональное что-то интересное вот прям на уровне на высшем не просто там у меня есть пару календариков нет вот я знаю что этот календарик выпустили в таком-то году такой-то художник нарисовал или сфотографировал эту фотографию которую поместили и так далее дальше на что нужно в этих отношениях обратить внимание на что сейчас нужно обратить внимание в этих отношениях на звезду ну звезда она говорит о том что эти отношения счастливые на то что они большую перспективу имеют то есть упустить свой шанс нельзя это вам дан шанс выше в виде этих отношений и упустить ни в коем случае эти отношения нельзя из вашей жизни вы можете этот шанс потерять и карты вам сразу же говорят что нельзя терять не пренебрегайте этим человеком вдорожите этим человеком будьте рядом не вызывайте в нем ревность старайтесь быть на высоте в этих отношениях то есть показать любовь преданность внимание заботу особенно если вы девушка от девушки все что требуется да это большое тепло красота нежность все что противоположно мужчине и вот это нужно дать человеку но не вызывать ревность не вызывать какие-то негативные эмоции звезда она говорит это ваш шанс шанс на то чтобы построить счастье в своей жизни личное и ни в коем случае не упустите это счастье шанс и последнее какова перспектива данных отношений перспектива по первой позиции восьмерка мечей вот о чем и говорилось да выше что вы можете этот шанс упустить человек окопается спрячется или наоборот вы войдете в комплекс неполноценности да и все давайте поясним да четверка мечей отношения могут заглохнуть сила видите падает ревность часто по этой карте выпадает именно ревность как причина или передавливание партнера когда ты слишком много требуешь берешь его в ежовой рукавице стараешься задавить да то есть да лидерские качества можно проявлять но не передавливать человека это ваш шанс воспользуйтесь им потому что карта пока перспективы на то чтобы действительно построить крепкие серьезные отношения не показывают и вот совет у вас есть показывайте да что вы разносторонняя личность у вас есть сейчас полная картина на то что человек к вам сейчас настроен он вас любит просто нужно немножечко не ту тактику выбрать и все будет хорошо вот такая у нас первая позиция первая позиция теперь мы берем вторую позицию как к вам человек сейчас относится вышла пятерка жезлов человек с вами борется человек либо борется с соперником который вмешивается в отношения с соперником да если женщина мужчина на женщину гадает то с соперницей либо это человек борется с вами меряется так скажем яйцами как я это люблю говорить лидерскими своими качествами да пытается сравниться с вами пытается показать кто в доме хозяин потому что вы скорее всего спуску не отдаете заинтересованность и страсть здесь есть но также мы ясно по этой карте видим что человек в данный момент возможно с вами находится в состоянии конфликта возможно пытается вас поставить на место и если гадает женщина значит ставьтесь на место а если мужчина ну вам ее надо подмять иначе всегда будете под каблуком да дальше мы смотрим что человек думает про ваши отношения именно про отношения восьмерка жезлов то что в отношениях есть буря эмоций страсти они развиваются очень быстро или очень быстро развивались что в этих отношениях нужны сообщения контакт разговоры бурные выяснения отношений импульсивность идет по этим двум картам идет импульсивность идут идут такие яркие живые эмоции эмоции зашкаливают гром и молния посреди белого дня и мы видим здесь что человек на взводе буквально на взводе какие у человека намерения по отношению к вам в данный момент четверка пентаклей успокоиться человек хочет успокоиться взять себя в руки может быть даже немножечко оградиться от вас но именно для того чтобы взять себя в руки и чтобы прийти в стабильное состояние потому что его все это будоражит может быть идет какой-то скандал может еще что-то ему нужна некоторая изоляция и пауза для того чтобы прийти в себя как вести себя с этим человеком ну естественно чтобы отношения были хорошими развивались да девятка жезлов оградиться от него скорее всего нужно от него немножечко оградиться потому что идет слишком бурные эмоции и девятка жезлов показывает побудьте в одиночестве оградитесь не общайтесь не проявляйте инициативу наоборот не пускайте человека в свое личное пространство вот так советуют на что сейчас нужно обратить внимание на туз кубков на то что вы любите друг друга нужно обратить внимание что эмоции через край что они зашкаливают их нужно уметь брать под контроль да что вы оба должны сделать но любовь в этих отношениях есть взаимная чистая светлая когда люди действительно нужны друг другу когда они могут создать брак семью детей да когда они действительно как созданы друг для друга ну вот характер у них бьются и какие перспективы этих отношений туз пентаклей возврат второй шанс в этих отношениях карта счастливая вообще рядом два туза легли они говорят о том что у вас все будет хорошо отношения восстановятся будут шансы сейчас возможно вы в отчаянии но не не расстраивайтесь да люди иногда ссорятся но ничего все будет хорошо все восстановится просто поймите ценность этих отношений поймите то что есть любовь и она взаимная это самое главное вот такая позиция номер два переходим к позиции номер три а как человек к вам относится он отшельник он от вас огражден сейчас он одинокий человек спрятался ничего не хочет да как будто бы может и чувств даже не особо испытывает либо не хочет ничего делать для вас по какой-то причине определенной огражден игнорирует возможно а может быть просто пытается разобраться в себе и берет какую-то внутреннюю паузу даже если вы с этим человеком вместе он как будто бы все равно ушел в себя и находится отдельно вот такой ответ что думает человек про ваши отношения что отношения колесница да что возможно вы находитесь на расстоянии а отношения на расстоянии для него тяжелы может такое быть также если не на расстоянии находитесь то человек подумывает может быть организовать какую-то поездку для того чтобы отношения начали развиваться может быть он думает о том что в отношениях кто-то очень сильный лидер и тащит всю эту колесницу так скажем вперед проявляет лидерские качества отношения развиваются бурно страстно развивались может быть бурно страстным и это очень для этого человека яркие явно отношения в любом случае теперь смотрим какие намерения у человека к вам на данный момент семерка жезлов пока ограждаться от вас скорее всего у человека идет состояние обороны потому что либо он что-то натворил как этот скунс что обычно делает скунс портит воздух есть другой вариант что этот человек вы его обвинили в чем-то и он сейчас просто ведет себя как что я ни в чем не виноват отстаньте все от меня тогда не хочу ни с кем общаться разговаривать также по этой карте по семерке жезлов человек буквально может ограждать свое личное пространство от вас потому что вы этому человеку немножко поднадоели но если вы действительно лезли в его личное пространство с навязчивой идеей какой-то так дальше смотрим как себя вести с этим человеком чтобы улучшить отношения ярофант мудро надо себя вести авторитет да свой показывать показывать что вы человек умудренный опытом что вы человек который не будет посягать на его личное пространство а умеет ждать умеет вести себя правильно постарается понимание включить многие люди вас уважают за то что вы умеете разобраться в ситуации обстоятельно мыслить и умеете входить в положение то есть да я подожду когда ты разберешься в себе побудешь в одиночестве и не буду проявлять слишком напора много по отношению к тебе вот что нужно вам сделать и ярофант он всегда понимает на что нужно в этих отношениях обратить внимание на четверку жезлов четверка жезлов говорит о том что в этих отношениях мог бы быть шанс создать брак либо на то что эти отношения довольно стабильны что ситуация в этих отношениях как ни крути либо какое-то долгое время не меняется либо может быть очень стабильной несмотря на какие-то проблемы то есть не так-то просто разрушить на что стоит обратить внимание но не такие-то они непрочные эти отношения не такие-то шаткие а нужно немножечко просто проявить терпение постараться исправить ситуацию и все будет хорошо какие перспективы этих отношений в данный момент с сегодняшней точки исходя тройка кубков развитие этих отношений счастье радость возможно брак возможно рождение детей когда люди действительно наладят отношения все будет хорошо но сейчас человек отворачивается вы проявите свое понимание и у вас все абсолютно наладится потому что не так все шатко как вам кажется вот такой ответ вам дали карты третьей позиции переходим к четвертой позиции как человек к вам относится выходит шестерка пентаклей шестерка пентаклей говорит о милосердии о том что человеку либо вы помогаете либо он вам помогает но идет такое добро по отношению к вам и благодарность счастье от того что вы общаетесь что вы есть друг у друга в этой жизни желание вас обогреть пожалеть посочувствовать вам если вам в жизни тяжело проявить может быть какую-то заботу внимание к вам по шестерке пентаклей человек часто испытывает любовь но спокойную такую когда хочется оберегать хочется быть рядом хочется взять может быть за человека даже ответственность или хотя бы быть в партнерстве в таком очень благоприятном когда атмосфера спокойная у человека по отношению к вам такое нежное спокойствие благодарность радость что вы есть что он думает про ваши отношения король пентаклей видите как ответственность опять идет я хочу быть рядом я хочу быть мужем может быть я хочу серьезных отношений взять ответственность оберегать любить содержать не знаю ну вот эти отношения как будто бы человек рассматривает как отношения выходящие к браку к семье какие намерения у человека в данный момент на вас в вашу сторону тут жезлов менять отношения в лучшую сторону подключать сексуальный импульс заинтересоваться вашей персоной проявить много внимания пригласить куда-то либо наладить отношения если они портились но в любом случае это только добрый посыл и активные действия в будущем то есть человек имеет намерение активно действовать как с ним себя вести чтобы отношения улучшались императрица сохранять чувство собственного достоинства понимать что вы главная женщина в жизни этого мужчины либо наоборот если мужчина гадает на женщину понимать что она главная женщина в вашей жизни а вы для нее этот король пентаклей покровитель муж в будущем человек который должен заботиться содержать любить и так далее вот сохранять свою так скажем власть в этих отношениях все-таки она имеет власть над мужчиной показывать что вы не сломаетесь под какими-то манипуляциями например не будете проявлять много лишней инициативы если вас оскорбили вы будете обижаться если с вами повели себя не так как вы хотели вы об этом скажете обстоятельно но в любом случае присмыкаться не собираетесь то есть статус вы сохраняете внешность статусность показываете что это мужчина должен себя к вам проявлять это вы должны быть ему в первую очередь нужны и тогда вы решите нужен ли он вам ну и так далее но что сейчас обратить внимание в этих отношениях рыцарь жезлов на ревность во первых обратить внимание на то что человек ну мужчина может ревновать также рыцарь жезлов может означать что человек нервничает знаете как из-за ревности нервничает то есть не показывайте слишком много не заставляйте ревновать это не стоит того это может вести скандал не будоражьте в нем негативные чувства в этом человеке не стоит манипулировать ревностью какова перспектива этих отношений король жезлов другой мужчина выпадает посмотрим другой ли это мужчина туз пентакли семерка жезлов ну тут понятно что тут может быть мужчина какой-то который больше дает вам в будущем вместо этих отношений то есть желание брака детей вместо этого мужчины если вы мужчину загадали если гадает мужчина на женщину соперник у вас появится однозначно и переманит эту женщину на свою сторону почему-то этот человек хоть у вас хорошие отношения вам как будто бы не предназначен как будто бы появляется в будущем кто-то с кем будет гораздо лучше и кто будет бороться за вас такой ответ вам дали карты и последняя пятая позиция как относится восьмерка кубков человек хочет явно будто бы от вас уйти чувства у него к вам есть но почему-то есть желание покинуть эти отношения что он думает об этих отношениях императрица возможно у этого человека есть кто-то еще то есть присутствует соперница в этих отношениях если же точно знаете что нет то такое ощущение что человек считает что вы проявляете слишком много лидерских качеств в этих отношениях но тогда вам надо не перегибать палку да ну сейчас посмотрим какие намерения у этого человека по отношению к вам двойка пентаклей сделать выбор больше всего похоже на то что у вас есть соперница а у мужчины возможно соперник да и человек хочет сделать выбор ну кто из вас тогда будет рядом с ним если точно знаете что нет соперника или соперницы то человек выбирает быть ли вы с вами или не быть но все-таки пока что есть намерение не намерение а в чувствах уход да в намерениях есть сделать выбор как себя вести с этим человеком чтобы наладить отношения шестерка пентаклей помогать ему во всем проявить лояльность больше покладистости буквально христианской добродетели милосердия пожалеть этого человека помочь в чем-то этому человеку обогреть обнять приголубить сделать к нему первые шаги и так далее то есть вам придется прогнуться у меня такое ощущение чтобы наладить эти отношения на что нужно обратить внимание на башню на то что эти отношения разрушаются и грядет катастрофа либо она уже произошла если эти отношения разрушены вот карты вам говорят что же ты гадаешь вряд ли будет возврат но попробовать можно и каковы перспективы на будущее у этих отношений император мужчина будет проявлять себя очень жестко и возможно еще и с кем-то если он женатый то тут очень похоже что у него есть жена а с вами он разорвал отношения давайте поясним туз кубков король мечей двойка мечей тут еще выбор идет в будущем у вас другой мужчина туз кубков говорит о том что возможно с этим императором и будет любовная связь но тут показывается еще один человек в будущем который будет перегибать свою сторону вас и с которым вы будете счастливы вот такой ответ вам дали карты всем спасибо за внимание жду ваших комментариев по данному видео приглашаю вас на индивидуальные расклады на консультации по ясновидению на ритуалы обязательно подписывайтесь на мой канал и нажимайте колокольчик чтобы все мои видео выходили сразу же у вас всем пока пока